Ваше Святейшество, социальные проблемы очень сильно ударили по коренным народам Севера. Вот скажите, пожалуйста, все-таки каким образом русская православная церковь выражает свою позицию к коренным народам Севера и к их защите? Православная церковь в своей истории, в своем предании имеет замечательные имена. Это имена святых равнопостных Кирилла и Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла и Мефодия. Они вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, барбары, люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное. Они стали говорить с этими варварами на их языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славянский язык. И на этот язык перевели слово Божие. Вот эта традиция настолько глубоко живет в нашей церкви, что для нас все народы равны и среди них нет варваров. Потому что когда-то мы были варварами, а на самом деле-то варварами они никогда не были. Так вот, все народы равны и ко всем нужно обращаться, причем желательно с использованием их культуры, их языка. Если же вот от этой церковной темы перейти к более практическим таким вещам, то как вот природа с севера очень хрупка и очень легко изничтожить. Это ведь не мощные дубы вековые и не стометровые сосны. Это травинки, былинки, лишайник, кустарник, мхи. Так легко испоганить и стоптать, и зарубить, и изничтожить. А вырастет, не вырастет, ведь холодно. Погода не совсем располагает к тому, чтобы природа расцветала. Вот точно так же и северные народы. Это хрупкие народы. Очень подверженные, кстати, отрицательным воздействием современной цивилизации.